Продолжение следует... Миклуха Маклая. Цикл лекций о биографии и путешествиях отважного нашего исследователя XIX века Николая Николаевича Миклуха Маклая. И сегодня рад представить вам нашего лектора Осипова Егора Михайловича, доктора социологических наук, профессора кафедры социологии и управления факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова, члена экспертного совета Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Вопросы, как обычно, вы можете писать в чат в процессе лекции, ну и в конце мы также дадим возможность вам задать вопрос, ну, голосом, так сказать, включив вам микрофон, если вы захотите этого. Все, тогда не буду тратить время. Пожалуйста, Егор Михайлович. Добрый день, спасибо за представление. Помимо вышесказанного, я являюсь главой Московского отделения фонда сохранения этнокультурного наследия Миклуха Маклая. И я являюсь прямым потомком младшего брата Николая Николаевича, Михаила Николаевича. Поэтому тема для меня не только интересная, но и личная. Итак, тема нашей лекции «Жизненный путь и экспедиция Николая Николаевича Миклуха Маклая на Новую Гвинею». Николай Николаевич Миклуха Маклая. Года жизни 1846-1888. Выдающийся российский ученый-гуманист, путешественник, общественный деятель, известный натуралист широкого профиля, который не только поставил в центр своих исследований человека и проявление его культуры в рамках географической среды, но и активно работал в отраслях естествознания, океанографии, геологии и других. Сам жизненный путь и сама личность Николая Николаевича характеризуют его как одного из самых выдающихся исследователей XIX века. Что касается структуры нашей лекции сегодняшней, сначала я расскажу немного о семье Николая Николаевича, потому что, безусловно, семья произвела колоссальное влияние на формирование его личности. Потом мы поговорим об экспедициях и в завершении об общественной политической деятельности Николая Николаевича. Итак, семья. Будущий всемирно известный путешественник родился 17 июля 1846 года в деревне Языково-Рождественское, Новгородской губернии. Неподалеку от этого места в городе Акуловка по сей день с гордостью кронят память о своем великом земляке. Мы каждое лето в рамках деятельности нашего фонда проводим там соответствующие мероприятия, восстанавливаем исторические события, ну, за исключением последних, к сожалению, двух лет, по понятным причинам. Надеемся, в этом году летом у нас тоже все получится, как раньше. Николай Николаевич был вторым из пяти детей в семье инженера-путейца Николая Ильича Миклухи. Николай Ильич отличался невиданным упорством. В юности он с котомкой за плечами отправился из родного страду в Санкт-Петербург, тогдашнюю столицу России, пешком, так же, как некогда Ломоносов, в Москву, дабы поступить в Институт корпуса инженеров путей сообщения, который он окончил с отличием. Николай Ильич прошел путь от инженера-строителя главной железнодорожной магистрали страны Петербурга Московской железной дороги до первого начальника главного вокзала Российской империи Санкт-Петербургской пассажирской станции, ныне Московского вокзала Санкт-Петербурга. Отец будущего путешественника был человеком с широким кругозором и проявлял живой интерес не только к технической литературе, но и к поэзии, музыке, путешествиям, а еще он активно занимался живописью. Его сын Николай многое взял от отца, что помогло ему в дальнейшей работе. Например, только одно умение прекрасно рисовать позволил путешественнику сделать во время экспедиции сотни иллюстраций, которые стали бесценным дополнением к его дневниковым записям и послужили своеобразным посланием для потомков, помогая погрузиться в мир, который исследовал ученый. Если вам попадет в руки собрание сочинений, Николай Николаевич, надеюсь, попадет, конечно, мы его переиздали в рамках деятельности нашего фонда, недавно было советское издание, в 60-е годы, сейчас вот еще одно. Вы увидите, что значительная часть собрания сочинений представляет собой именно уникальные рисунки Николая Николаевича. Матерью Николая Николаевича была Екатерина Семеновна Миклуха, выраженная Беккер. Она имела польские корни, была на 8 лет младше своего мужа. Ее предком был лейб-медик Иоганн Беккер, доктор последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Жизнь Екатерины Семеновны сложилась таким образом, что после кончины Николая Ильича в возрасте 40 лет время забот о детях, о пяти детях Сергея, Николае, Ольге, Владимире и Михаиле легло на ее плечи. Семье пришлось переехать на более дешевую квартиру, продать часть мебели, сократить расходы. Екатерина Семеновна с детьми поселились в доме Глазунова на Большой Мещанской улице, это сейчас называется Казанск, улица вблизи Невского проспекта. Ей пришлось отказаться от домашнего образования детей, поэтому Николай и его старший брат Сергей за казенный счет были зачислены во вторую гимназию, которая располагалась неподалеку от дома. Сергей Миклуха Маклай, старший брат всемирно известного ученого, окончил юридический факультет Петербургского университета, впоследствии стал мировым судьей. Ольга Миклуха Маклай, к сожалению, скончалась в молодом возрасте при рождении ребенка, который появился на свет в январе 1980 года и был назван Михаилом. Воспитывался в доме бабушки, впоследствии Михаил окончил Киевский университет, где затем служил профессором. Младший брат Николая Николаевича, Владимир Миклуха Маклай, с ранних лет мечтал стать моряком. В 1868 году он успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен воспитанником морской корпуса. Во время русско-турецкой войны проходил службу на крейсере. Владимир заслужил репутацию отважного моряка и осенью 1902 года стал капитаном броненосца береговой охраны адмирал Ушаков, на котором в 1905 году принял участие в своем последнем бою в Цусимском сражении и героически погиб вместе с затонувшим кораблем. Мой прапрадед Михаил, самый младший в семье, он занялся горным делом. Выбор Михаилом в жизненном пути неразрывно связан с его братом Николаем, который настойчиво советовал своему младшему брату всерьез заняться геологией и минералогией. Спустя почти три десятилетия Михаил станет не только известным геологом, но и собирателем экспедиционных свидетельств и архивов своего старшего брата. Так все пятеро детей инженера путей сообщения Николая Ильича Миклухи и его супруги Екатерина Семеновна составили сообщество выдающихся личностей, беззаветно преданных отечеству. Ну, конечно, самым ярким представителем прославившим фамилию стал всемирно известный исследователь острова Нового Гвинея и других районов Тихого океана Николай Николаевич Миклуха Маклай. «Единственная цель моей жизни – польза и успех науки и благо человечества». Так говорил 24-летний ученый Николай Николаевич Миклуха Маклай в 1870 году перед тем, как отправиться в экспедицию на северо-восточное побережье тогда еще неизведанной части земного шара острова Нового Гвинея. Это путешествие сделает его всемирно известным. Николай Николаевич искал свое призвание в самой юности. Будучи гимназистом, он читал книги о путешествиях в изобилии, имевшихся в библиотеке отца. В 17-летнем возрасте Николай занялся естественными науками, усердно штудировал книги по данной тематике. Талант к рисованию Николая был настолько ярким, что со школьной скамьи он мечтал поступить в Петербургскую академию художеств, но отказался от этого намерения благодаря тактичным уговорам матери. Екатерина Семеновна, например, у отца стал инженером, и поэтому неоднаки рада призывала Николая изучать прежде всего математику. Так он стал вольно слушателем отделения естественных наук физико-минфотического факультета Петербургского университета. Однако был исключен оттуда за участие в студенческих волнениях. И в 1864 году Николай переехал на обучение в Германию. Интересный факт. Я когда-то давно начинал знакомиться с материалами, которые касаются моей семьи, когда я об этом читал, меня это в первый момент удивило. Казалось бы, бедная семья, и Николай собирается переезжать в Германию. Каналы мобильности, да, интересно. Я как социолога, опять же. Так вот, действительно, гражданин Российской империи, ну, правда, имевший дворянский титул, он был дарован отцу, мог совершенно спокойно воспользоваться таким правом и перейти на обучение в европейский вуз. Хотя здесь, да, он был исключен за участие в волнениях, которые, вы понимаете, это были выступления против царской власти. Вот такой, собственно, удивительный факт. Итак, в 1864 году Николай приехал на обучение в Германию, где погрузился в изучение зоологии и медицин. Медицинское образование давало не только надежную профессию, но и открывало путь к изучению большого числа естественных наук. Заметив интерес Николая к науке, глубину и оригинальность его мышления, один из крупнейших ученых 19 века, эмбриолог, морской биолог, естественно-испытатель и выданный последователь Дарвина Кеккель, сделал Микоха Маклая своим ассистентом. Уже в возрасте 20 лет молодой ученый совместно со своим именитым наставником отправился в первую в истории науки экологическую экспедицию в Северную Африку для изучения морской фауны. Так Николай Николаевич получил свой первый экспедиционный опыт и сделал свои первые открытия. В частности, он описал кремнерогую губку, назвал ее Куанча Бланте в честь корневного народа Канарских островов. Кроме того, молодой исследователь первым доказал, что мозг акул далеко не привитивен, как считалось раньше, а имеет довольно сложное строение. В годы студенческих экспедиций у Николая также возник интерес к культуре и обычаям народов, чьи территории он посещал в Испании, Африке на Аравийском побережье Красного моря. Он оставил ценные этнографические заметки о жизни, культуре и антропологическом составе населения этих регионов. Вероятно, именно поэтому дальнейшая научно-экспедиционная деятельность ученого-путешественника была в большей степени связана именно с этнографическими и антропологическими изучениями почти неизведанных на тот момент народов Новой Гвинеи. После возвращения из университета и экспедиции в Петербург, Миклуха Маклай представил императорскому Русскому географическому обществу свой проект экспедиции на Тихий океан. Ознакомление с научной литературой, беседой, перепиской с ведущими отечественными мировыми учеными навели его на мысль, что исследование целесообразно начинать с Новой Гвинеи, огромного острова в южной части Тихого океана или океане. Еще один интересный момент. Молодой ученый приходит в императорское Русское географическое общество, серьезнейшая организация. Ее курировал великий князь Константин, сын Николая Первого, и представляет свой проект путешествий. И, конечно, у него были покровители, в первую очередь Семенов-Теншанский, но все равно хотел обратить ваше внимание на механизм, связанный с возможностями для научных исследований в то время. Новая Гвинея – второй по величине остров на Земле. Он расположен в южной части Тихого океана, является одним из наиболее уникальных разнообразных мест на планете. Остров был открыт в 1526 году португальским мореплавателем Жоржес де Мензешем за 80 лет до Австралии и на 116 лет раньше Новой Зеландии. В 1545 году остров посетил испанский мореплаватель Иньего Ортиас Деретас и дал ему название Новая Гвинея, так как, по его мнению, местные жители были похожи на аборигенов Гвинеи-Вафа. Возможно, он осмотрел сходство очертаний берегов острова и территории Африканской Гвинеи. Вероятно, поэтому Новая Гвинея часто путается с африканскими странами. На сегодняшний день, да, вам тоже будет полезно вспомнить, в мире есть четыре Гвинеи. Экваториальная Гвинея, Гвинея Писао и просто Гвинея. Эти, они находятся в Африке, в то время как независимое государство Папа Новая Гвинея расположено на восточной части острова Новая Гвинея. Культурная и в особенности лингвистическая картина острова очень пестрая. Население, говорит, на 867 местных языках, которые подразделяются на папуасские и австральные языки. Самое древнее население Новой Гвинеи – папуассы. Первые поселенцы оказались здесь предположительно более 40 тысяч лет назад. Но и них численность составляет около 10 миллионов человек. Для их внешности характерен темный цвет кожи, курчавые волосы, сравнительно большая ширина носа. Само название папуассы происходит от малайского слова папула, курчавой. Так называют малайцы жителям Новой Гвинеи за их мелковолнительные густые волосы, образующие одну сплошную массу. Почему я выбрал Новую Гвинею? Так начиналась статья Миколуха Маклая, план которой, судя по сохранившимся черновикам и наброскам, он составил еще до отправления в экспедицию. Для русского ученого с 1867 года, искавшего возможность отправиться в далекую и опасную экспедицию, которая обогатит науку важными открытиями и сделает его имя известным в ученом мире, а возможно, за его пределами, Новая Гвинея представлялась идеальным выбором. Несмотря на то, что открытие Новой Гвинеи европейцы началось еще в XVI веке, в XIX веке она по существу еще оставалась неизведанной частью земного шара. Не было сколько-нибудь точных сведений ни о площади этого огромного острова, ни об очертаниях его берегов, а его внутренние районы оставались совершенно неисследованы. Фактически не было начато изучения коренного населения Нового Гвинеи Пуаса, в то время как отдельные достоверные наблюдения в то время, так сказать, уживались с самыми нелепыми вымыслами и легендами. Более того, Пуасам, душменам, другим, отличавшимся от европейцев народом, некоторые видные зарубежные антропологи отводили роль промежуточного звена между европейцами и их животными предками. Миклуха Маклая стала очевидна общественная опасность подобных концепций. Отправляясь на Новый Гвинеи, Николай Николаевич в соответствии со сложившимся у него представления о высоком общественном представлении науки решил на неопровержимых фактах доказать, что представляет собой в действительности Пуаска Раслана. Позволю тут тоже несколько своих мыслей, если вы внимательно слушали, я уже сегодня говорил, что Николай Николаевич был учеником Геккера, который в свою очередь был учеником Дарвина. Поэтому есть основания полагать, что в начале своего научного пути он был сторонником теории Дарвина. А вот в этот момент, когда он исследовал Новую Гвинею, получается, что произошла коренная трансформация его научных представлений, по большому счету всю оставшуюся жизнь он положил на то, чтобы доказать обратное, то есть, что в Пуасах есть исходно человеческое, что это не промежуточное звено между животным, миром и людям. Экспедиция Николая Николаевича на Новую Гвинею. Первое пребывание на побережье залиба Астролябия, впоследствии получившего название Перек Маклая на северо-востоке Новой Гвинеи, было знаменательным событием в жизни ученого. Путешественник высадился на побережье 20 сентября 1871 года. Там еще не ступала нога европейца. Николай Николаевич был в тропическом экспедиционном костюме. Несмотря на явное отличие от современных костюмов, он обладал рядом необходимой этой экспедиции свойств. Например, он был плотным, что могло обезопасить от укусов насекомых и змей, а также плотно прилегало тело, что предотвращало попадание тех же насекомых и змей под костюм. В те времена большинство зарубежных ученых делали описание коренного населения либо отдаленно с корабля, либо с записок миссионеров, что явно ввело к неточностям. Николай Николаевич же избрал один из наиболее непростых и уникальных способов проведения экспедиции. Он первым в мире поселился вместе с изучаемым народом Новой Гвинеи, жил их образом жизни, даже стал частью этого народа. Николай Николаевич доставил на Новой Гвинеи военный корабль «Корветт Витязь» и была договоренность, что «Корветт возвращается через год». Не было никакой уверенности, что Николай Николаевич останется в живых. Была даже договоренность, что российские военные просто могут забрать дневники. При помощи русских моряков специально для ученого была построена хижина, ведь никто точно не знал, когда именно Николай Николаевич вернется с экспедиции, как я сказал, и останется ли он в живых. Хижина была расположена на мысе Гарагаси, мыс уединения. Это место показалось ему вполне удобным из-за близости к воде, уединенности, а также из-за близкого расположения к тропинке, соединявшей деревни жителей берега Маклая. Сама хижина представляла собой деревянное здание с крышей из плетенных пальмовых листьев. Около хижины развивался русский флаг и было место для секретного хранения экспедиционных дневников русского ученого, в случае, если бы он не выжил в ходе своей экспедиции в неизведанной крайземле. Дневники Николая Николаевича и по сей день остаются непредсойденным источником поэтнографии Новой Гвинеи. Также интересный факт, что часть дневников Николая Николаевича до сих пор находятся в Сингапуре, в банке и у нас, к сожалению, нет к ним доступа, но надеемся, что эта проблема будет впоследствии решена. Будучи на северо-востоке Новой Гвинеи, Николаю Николаевичу удалось наладить дружественный контакт, доброе отношение с коренными жителями, а также освоить некоторые их языки. Своим терпением, доброжелательностью, отзывчивостью, отвагой русский ученый путешественник завоевал доверие, любовь и преданность новогвинейца. Фактически он открыл внешнему миру папуасов с северо-восточного побережья Новой Гвинеи, которое впоследствии назвал берегом Маклая, по праву европейца, поселившегося там. Особенно примечательна одна из первых встреч Николая Николаевича с папуасами по прибытии в Новой Гвинеи. Ученый решил идти в одну из деревень, чтобы познакомиться с папуасами поближе. Русский ученый не знал, какого рода прием его там ждет, но все равно решил идти туда невооруженно. Ведь он шел с благими намерениями. Как только Микруха Маклай вошел в деревню, и он встретил группу вооруженных копьями и луками папуасов, затем в сторону ученого полетели две стрелы. Такая реакция местных жителей говорит не столько об их агрессии, а наоборот о страхе. Они впервые в жизни увидели белого человека. И решили увидеть его ответную реакцию на их действия. Реакция была интересна. Чтобы убедить местных жителей в мирных намерениях, Николай Николаевич не ответил агрессией, а принес туда циновку, плетеный на стил, лег на него, закрыл глаза и уснул. Впоследствии Николай Николаевич запишет в своих дневниках, что он проснулся через пару часов, чувствовал себя освеженным. Открел глаза, он увидел нескольких папуасов, сидящих вокруг циновки, а они смотрели на него уже не так угрюмо, а наоборот просто удивленный. Коренные жители Северо-Востока и Новой Гвинеи считали Николая Николаевича сверхъестественным существом. Сейчас объясню, почему. Причиной, конечно же, в первую очередь, стал светлый цвет кожи русского ученого, из-за чего он был принят за предка вернувшегося из-под стороннего мира. Так они считали. Миром мертвых идут. Согласно записям ученого, папуасы назвали его Карантамо, Человек с Луны. И видели в этом разгадку его могущество и фантастических способностей. Фантастические способности заключались в том, что Николай Николаевич лечил папуасов. Николай Николаевич успешно лечил их, не стали обращаться к нему за медицинской помощью, и после этого коренные жители стали приглашать его в свои дома, где хранились ритуальные предметы и на происходящие в лесу ночные праздницы. При этом они продолжали считать ученого мифическим существом, правда не злым, как и в других регионах мира, папуасы разделяли сверхъестественных существ на добрых и злых, а не сущим добрые намерения. Путешественник не только не опровергал, но даже поддерживал эти поверия, так как они обеспечили ему безопасность и непререкаемые авторитеты, что создавало более благоприятные условия для научных исследований. Во время экспедиции на берег Маклая путешественнику удалось провести антропологические измерения, собрать богатейший этнографический материал о культуре и быти коренных жителей берега Маклая, пищи, праздников, культов и так далее, а также описать природу, составить карту, записать 350 слов из бесписьменного языка жителей берега Маклая. Кроме того, путешественник успел неплохо освоить местный папуасский язык бонгу, что позволяло ему еще глубже погрузиться в местную культуру и собрать богатую этнографическую коллекцию. Папуассы, например, сразу же оценили преимущество железных топоров и ножей, которые им предоставил Николай Николаевич, но он их предоставил в обмен. Их получали в обмен на то, что было интересно ему. Деревянные статуи, ручные барабаны, большие сигналы конги и впоследствии папуассы к рукояткам традиционных топоров стали прикреплять место обтесанного камня заточенные куски железа. Покинув залив Австралия 24 декабря 1872 года, Михуха Маклай решил продолжить изучение коренного населения Новой Гвинии. За время своих последующих экспедиций он еще дважды посещал берег Маклая. Его пребывание здесь в общей сложности составило 30 месяцев за три путешествия. Во время второй экспедиции на берег Маклая июнь 1876 ноябрь 1877 путешественника уже не надо было преодолевать пропасть, которая при первом знакомстве отделяла его от местных жителей. Высадившись в заливе Австралиябия он встретил старых друзей, а новые поколения папуасов хорошо знали Маклая и относились к нему так же, как отцы и деды. В этот раз путешественник посетился на мысе Бугорлом в хижине построенной уже с помощью папуас. Возле дома была расчищена площадка, на которой посадили кокосовую пальму, бананы, хлебные деревья, а так же папайи и ананасы, привезенные Миклух Маклая. На вскопанных участках посеяли новые для астроляпцев продовольственные культуры, такие как кукуруза, тыква, арбузы, огурцы. Их, собственно, привез Николай Николаевич. Помогая в посадке, а затем в уходе за этими растениями, астровитяне научились их возделывать, и когда созрели первые плоды, оценили их питательность и вкусовые качества. Через несколько месяцев новые растения начали выращивать на своих огородах и плантациях не только обитатели близлежащих деревень и островов, но и прилегающих районов Новой Гвинеи. Так в языке бунгуанцев появились слова, напоминающие русский. Ну, я не буду сейчас коверкать, русский язык, но, в общем, это слова наподобие русского слова топор, кукуруза, дыня и так далее. Кроме того, местным названием некоторых культурных растений, привезенных русским ученым, теперь принято было добавлять его имя. Ну, например, огурец Маклай, тыква Маклай и так далее. Последняя экспедиция Микуха Маклая на северо-восточный побережье Нового Гвинеи состоялась в марте 1883 года. Я чувствовал себя как дома, писал им, съехав на берег возле деревни Пон. Каждое дерево оказалось мне старым и знакомым, пишет Микуха Маклай в своем очерке. За шесть лет истекших со временем второго пребывания там, Микуха Маклая бунгванса немало интерпелес от своих врагов из предгори, они опасались европейцев, несколько раз высаживавшись на их берегу. Ученый посоветовал жителям при появлении европейского судна отсылать женщин и детей в горы, но и также дал им несколько навыков, которые помогали им защищаться от этих недружеских поползновений. Говорят, что островитяне плакали, расставаясь с Маклаем, в этот раз, как оказалось, навсегда. Теперь, что касается общественно-политической деятельности Николая Николаевича. Николая Николаевича Маклай всю жизнь упорно боролся за права жителей Океана. Обращался к государственным деятелям, ученым, выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах. В 1879 году он поставил перед собой важную цель собрать материалы похищения людей в рабство, работорговлю в Океане, чтобы по возвращению в Австралию, а он там женился на дочери головы одного из штатов австралийских. Чтобы по возвращению в Австралию развернуть борьбу против этого варварского насилия. В 1881 году им была составлена записка о похищении людей и рабстве в западной части Тихого океана, где ученые, основываясь на собственных наблюдениях и приводя конкретные факты, показывают подлинную сущность работоргового. В записке Николая Николаевича Маклай выступает за принятие неотложных мер, чтобы устранить или хотя бы смягчить наиболее бесчеловечные проявления системы подневоленного труда. Более того, обдумывая содержание записки, путешественник обратился к известному швейцарскому юристу Брюншли с просьбой дать совет, как добиться международного соглашения об уважении прав народов океане, в том числе о запрете похищения людей обманом или силой. В план Николая Николаевича также входило открытие школ на новогвинейских деревнях, но колониальные державы, вскоре разделившие между собой все новое гвинение, сочли это излишне. В 1996 годах, в честь 150-летней годовщины со дня рождения, Николай Николаевич Миклуха Маклай был признан ЮНЕСКО-гражданином мира, за его вклад в мировую и отечественную науку, а также гуманистические идеи, которые надолго опередили свое время. В заключение хотел сказать, что жизненный путь и сама личность Николая Николаевича Миклуха Маклая характеризует его как одного из самых талантливых людей XIX века. Еще при жизни в конце XIX века он обрел огромную популярность, превратился в живую легенду. Не только в России, но далеко за ее пределами. Личность ученого вызывала живой интерес благодаря славе тумажного исследователя, старшего первопроходства во многих научных дисциплинах. Николай Николаевич Миклуха Маклай по праву вошел в историю как выдающийся путешественник, естественный испытатель, этнограф, антрополог, зоолог, океанолог, локанолог и пятиоролог. За время своих многочисленных экспедиций на Новую Гвинею, в другие районы океана, Австралии, в Юго-Восточную Азию, русский ученый тщательно и подробно описал хозяйство, быт, материальную культуру, нравы, обычаи местных жителей. Уделял особое внимание к свободному искусству. Не случайно в день рождения Миклуха Маклая 17 июля был учрежден День этнографа. Профессиональный праздник российских ученых этнографов. Спасибо за внимание. Пожалуйста, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они. Да, друзья, можете писать вопросы в чат, а также мы даем возможность вам включить микрофон. Так, вот есть вопрос в чате. А почему к дневникам нет доступа и как они оказались в Сингапуре? Всегда этот вопрос задают. Он их там оставил, да, там же тоже были экспедиции Николай Николаевич, он их отставил и оставил в банке. И, соответственно, планировал их забрать. Но не получилось и даже говорят, что когда он тяжело болел перед смертью, он пытался вспомнить какие-то варианты доступа, но не получилось вспомнить и вот до сих пор они там. Так, следующий вопрос. Уточните, пожалуйста, а были дети у Николая Николаевича? Да, конечно. У Николая Николаевича было двое детей, Александра и Вродимир, соответственно, эти дети его и Маргарет Робертсон, его жены. Так, Иван спрашивает, сколько было Николухе Маклаев лет, когда он поехал в первую экспедицию? Так, по-моему, 24. Сейчас. Да, 24 года. Друзья, сейчас я выведу на экран адрес почты, на которой вы можете написать письмо, указав фамилию, имя свое, ну и сегодняшнюю дату, чтобы было понятно, и мы там в течение двух-трех дней пришлем вам электронный сертификат об участии в нашем сегодняшнем занятии. Можете переписать почту, ну, собственно говоря, это та же самая почта, с которой вам приходит уведомление о том, что вы записались на нашу лекцию. так, еще вопросы, пока не вижу, ну, может быть, кто-нибудь хочет все-таки спросить ртом, включите микрофончик, задайте вопрос, пока есть такая возможность. Как он додумался до этой экспедиции? Вопрос. Да, первое, видимо. Ну, я же говорил, что он в процессе обучения в Германии уже участвовал в экспедиции, да, и знакомился с имевшими на то время исследования, но Новый Гвинейш была, уже открыта к тому времени, просто сформулировать, видимо, посчитал этот, это направление географическое неизведанно, недостаточно изучено. Так, еще вопросы есть. А где можно приобрести переиздание о записках Николая Николаевича? Пока, к сожалению, нигде. Мы сейчас силами фонда выпустили ограниченный тираж, ну, как бы, собственно, за счет собственных средств. Мы сейчас его раздаем таким значимым фигурам, в частности, вот, на днях Соломину выручали, который играл в фильме Микоха Маклая, ну, в МИД, в Министерстве культуры и так далее, и сейчас надеемся, что мы получим возможность сделать более широкий тираж, тогда появится в магазине. Ну, насколько я знаю, на сайте фонда можно в электронном виде все это скачать, ознакомиться с этим. Да, и на сайте фонда, и можно и музеем пользоваться, да, онлайн-музеем. Так, вопрос, Маклай был только в Новой Гвинеи или были и другие экспедиции рядом с этим? Нет, конечно, по Юго-Восточной Азии очень много, ну, и в Австралии, понятное дело, и в Юго-Восточной Азии. Так, ну, друзья, если вопросов больше нет, тогда на сегодня мы будем завершать. Благодарим Егора Михайловича за очень интересную лекцию. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Спасибо, пишут в чате. Спасибо. Да, спасибо. Огромное. Спасибо. Спасибо с ним большое. Спасибо. Сегодня тогда мы завершаем. Всем всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.